Если центральные улицы города блещут чистотой, то похоже лишь потому, что мусор сгребли во дворы. Именно такое впечатление сложилось у Сергея Давыдова после первых же минут инспекции на улице Елькина. Битые бутылки и пластиковые пакеты валяются прямо возле детских садов и школ, а возле самовольно возведенных гаражей образуются импровизированные свалки. Зачем нам здесь помолиться нужно во дворе? Люди не понимают, что к ним лояльно относятся, никто не трогает гаражи. Но это еще полбеды по сравнению с поселком Локомотивный. Огромная помойка красуется прямо под окнами. Чтобы понять, почему мусор сваливают во дворе, а не в специальные баки, Давыдов обращается к местным жителям. Если уберем, поставим контейнерод дополнительно, не будет? Скорее всего нет. Глава поселка пообещал ликвидировать свалку в течение пяти дней. Там же, где субботники прошли успешно, пришла пора облагораживать придомовые территории. На ремонт внутриквартальных проездов частично пойдут средства из областного бюджета. На это уже дал согласие губернатор. А на озеленение и высаживание цветов по закону должны идти деньги жильцов и различных предприятий. Я и заместители встречаемся с руководителями предприятий, магазины, фирмы, офисы, организации. И 95 предприятий после 15 числа выходят на уже посадку газонов и цветников. В одном только центральном районе должно быть разбито более 20 тысяч квадратных метров цветников и газонов. В конце поездки Сергей Давыдов и его подчиненные еще раз вернулись к теме захламленных гаражей. Пользуясь случаем, обращаюсь с просьбой и предложением ко всем тем людям, которые имеют индивидуальные гаражи на внутридворовых территориях, чтобы они в срочном порядке навели порядок вокруг своих гаражей. Те гаражи, вокруг которых будут горы мусора, в первую очередь будут идти на снос. Давыдов заверил, это сказано не ради красного словца. Дворы по улице Елькина будут проверены повторно, так же, как и площадках поселки Локомотивный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова